МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас есть мед. Это что, масло? Это ликер, который добавляется для послевкусия. Прекрасно. Сливки. В чем, должен сказать, Яша, если вы вдруг захотите сами готовить чесночное мороженое, в чем лично я сомневаюсь, то сливки должны быть 16%. Да, не очень жирные. Не очень жирные. Мы тем временем что делаем с яйцами? Мы начинаем просто отделять. И ставим это на водяную баню, да? Так точно. Так, что дальше? Чищенный чеснок. Неужели вот это все, это порция мороженого? Половина, половина положим сюда. Вот это на сколько? На одну порцию? Это на пол-литра мороженого пойдет. Ну, Яша съедает литр обычно. Ну, исправим это дело. И это все ставим кипятиться на плитку. Мед категорически нельзя кипятить. Он теряет все свои полезные свойства. Но когда встречается два таких ингредиента, как мед и чеснок, то непонятно, кто из них ценнее и полезнее. Поэтому в данном случае у нас мед служит только для того, чтобы он, умирая, все свое самое ценное отдал чесноку. А мед нам не нужен. Нам нужен только медовый чеснок. Пока он отдает и умирает, мы будем взбивать сливки. Выливаем сливки и... Начинаем потихонечку взбивать. Ай-яй-яй, у меня сейчас улетит. Так, короткие провода. В Эстонии все хорошо, провода короткие. Но, тем не менее, мы его взобьем. Взбиваем до консистенции сметаны. Я не знаю, как у вас в Эстонии, но у нас в России это консистенция сметаны. У нас остыл чеснок с медом, который мы варили. Он становится таким янтарно-прозрачным. Теперь мы этот чеснок красиво в комбайн измельчаем. Это у нас комбайн. В эту колбочку. Если попадет немножко меда туда, ничего страшного. У вас это называется комбайн, а у нас в России это называется старым русским словом блендер. Окей. Так, провода по-прежнему короткие в Эстонии. Тем временем мы подогреваем желтки. Яйца наши готовы. Вот такой вот консистенции у нас получился желток. Очень важно, когда вы будете готовить, такой не переварите, не больше 72 градусов. Иначе просто с яичницы получится. Наливаем ликер. Мешаем одновременно. Мороженое практически готово. В принципе, из этих ингредиентов, что мы смешали все вместе, получается литр мороженого. А, то есть как раз как любит Яша. Он любит литрами мороженое. Теперь мы это переливаем в формочку. Пифагор называл чеснок королем всех приправ. А, например, когда в Древнем Египте рабы строили пирамиды, им каждый день давали чеснок для здоровья, для сил. И однажды забыли дать, и рабы взбунтовались. Мы положили в форму и замораживаем ее на 6 часов. Боже мой, боже мой, какая красота. Я понял смысл. Это же только можно повесить на стенку. Есть это нельзя. Посмотрите, как здесь маракуевая подлизка. Вареные чеснок. А это что? А, это кофе. Ну, слава богу, хоть что-то нормальное есть в этом ресторане. Запью хотя бы. Ну, Яша, я сейчас пробую чесночное мороженое. С мороженого. Ну, с мороженого. Очень необычно. Яша. Что это? Тоже чесночный. И кофе здесь тоже чесночный. Люди, воды! С мороженого. И. 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 И.